отмечание старого нового года наконец-то закрыла программу зимних праздников длинные выходные для многих россиян внесли можно сказать существенную погрешность диете и в целом негативно отозвались на здоровье сегодня у нас в студии главный врач областной клинической станции скорой медицинской помощи Валентина Иванова Валентин Борисович здравствуйте добрый день ну праздники закончились можно наконец выдохнуть или в этот раз было все на удивление спокойно ну вообще с многолетней статистикой если сравнивать то всегда когда большие праздники то работа у скорой помощи становится больше но в этом году действительно тоже вызов было побольше чем обычно но радует то что чрезвычайных ситуаций ДТП пожаров было меньше чем в прошлых годах вообще не только в прошлом и позапрошлом и так далее но зато к сожалению возросло количество вызовов температуре чем больным причем намного и это были и детки и молодые люди и взрослые старшие поколения то есть температуре чем вызов температуре чем пациентам было гораздо больше поэтому с одной стороны хорошо что было меньше серьезных происшествий чрезвычайных ситуаций как мы говорим но объем работы скорой помощи не уменьшился увеличился за то что за счет того что много было простуд гриппа там и так далее то есть вирусных инфекций которые к сожалению люди не убереглись а так работали конечно в основном в нашем обычном режиме 24 на 7 звонков много было обращений много выездов тоже много поэтому праздники были напряжены но опять же наталкиваясь от вашего высказывания что люди стали идея более здоровый образ жизни стал ну может быть погода так повлияла потому что все таки вот эти декабрьские плюсовые температуры кто-то шапку не одел кто-то нараспашку пошел и очень много температуру связано и с переохлаждением и с контактами пациентов больных со здоровыми и так далее вот а про здоровый образ жизни очень надеемся потому что чем лучше человек занимается своим здоровьем тем он реже вызывает скорую помощь температуричие вот вы сказали а это основная причина вызов да да к сожалению очень много в этом году температурич пациентов это реально сейчас основная причина вызов как я уже сказал экстренных там где реальная угроза жизни их стало меньше а вот неотложных вызов там где температура обострение хронических заболеваний стало гораздо больше поэтому мы увеличили благодаря совместной работе министерство здравоохранения и с поликлиниками вообще все праздники поликлиники работали в расширенном объеме детская городская клиническая больница кабинет неотложной помощи стал работать круглосуточно и вызовы к деткам мы распределяли между нами и поликлиниками поликлиниками детской городской больницы взрослые поликлиники все праздники проработали с 8 утра до полуночи то есть это тоже в два раза расширили мы благодаря медздраву благодаря главным врачам больниц мы расширили увеличили в два раза время работы поликлиника тоже нам сыграло большую роль ну вот мы уже об этом говорили и вы упомянули что за праздники конечно многие ну в том числе ваш покорный слуга нарушали диету а многие нарушали режим вот какие-то общие советы которые никогда лишними не будут как выходить из этого понятно что не садиться на диету а следовать естественно во первых не нарушать для начала чтобы не было понятно что соблазн есть да но чтобы выходов тяжелых тем было не нарушать вот ну и возвращаться в рабочий режим нужно как можно раньше понятно что можно один день нарушить два но если нарушение идут три четыре пять то это уже тогда конечно однозначно придется обращаться в больницу и со здоровьем ничего хорошего не будет если человек нарушает там все свои режимы в течение всех праздников вообще праздники лучше конечно проводить не за столом а по свежим воздухе на лыжах конечно да да просто хорошая ходьба и то она больше здоровья принесет чем переедание ну естественно меньше алкогольных напитков употреблять вообще вредние привычки сейчас очень хорошая реклама зожа сейчас практически везде мы видим что курить вредно и если придерживаться этого то понятно не будет и трудного выхода но кто уже нарушил диету понятное дело и при необходимости если есть какие-то неприятные ощущения конечно надо обращаться к врачу и вообще с любой патологии медлить то не нужно потому что у нас люди делятся на два типа они одни до последнего терпят и уже вызывают скорую помощь или обращаются поликлинику тогда когда уже болезнь заходит далеко а другие наоборот при мельчайшем недомогании вызывают скорую помощь и понятно что в этот момент ожидания процесс ожидания скорую будет длительным потому что никто не отменял к сожалению дороже транспортное происшествие там инсульт инфаркт то есть те состояния при которых мы должны прибыть за 20 минут там где есть угроза жизни и там где скорую помощь действительно должна быть как можно быстрее у пациента а что чаще бывает люди звонят вот вы сказали по любому поводу или наоборот терпят до последнего что у нас привели ну знаете у нас превалирует то что люди звонят 03 по любому поводу к сожалению да больше вызовов тех которых как бы можно было либо отсрочить либо по телефону консультацию оказать и у нас кстати круглосуточно работают три врача консультанта на станции то есть в принципе можно сначала посоветоваться потом же решать вопрос то есть они уже решат вопрос что делать человеку обратиться в поликлинику либо ждать бригаду ну и эти врачи консультанты они также наказывать консультативную помощь во время того пока бригада едет до пациента то есть они могут дать совет что нужно сделать до прибытия либо принять какую таблетку либо свечку там ребенка поставить либо обтереть водочным раствором то есть в любом случае любая консультация 24 на 7 они тоже у нас круглосуточно а тоже всегда было три нет мы с увеличением нашей организации мы сейчас одна организация мы же декабре присоединили восточный оренбуржик нам поэтому у нас и количество врачей консультантов начало увеличиваться когда-то был один потом два сейчас три на центральную западную зону и на востоке дежурный пост врача-консультант он также остался а как нужно звонить скорую его перенаправить можно и прямые напрямые номера 44 13 40 44 13 41 75 31 25 по этим номерам тоже можно напрямую позвонить можно конечно набрать и 03 103 или 112 сотого но все-таки лучше вот именно сразу на врачей-консультантов можно позвонить 03 спросить как возводить врачу-консультанту и диспетчер сразу скажет номер да и перезвонить вот консультации также 24 на 7 эти врачи консультируют не только пациентов они естественно и бригады консультируют и по тактике и по лечению и по маршрутизации пациентов и по оказанию помощи то есть любой вопрос эти врачи должны ответить но вот сказали либо 103 либо 112 вот 103 я точно знаю 8 числа например не проходил не было сигнала это и от оператора зависит от загруженности если много вызовов сразу то может быть конечно неполадки но это все временно а так все три номера они рабочие и время вызова как долго будет приезжать бригада но какой-то регламент же существует да но поверьте мне на слово можете приехать проверить что мы никогда не отдыхаем мы всегда стараемся как можно быстрее приехать на любой вызов но разделение вызовов на экстренные неотложены она уже много лет работает и в этом плане и так и должно быть наш регламент это 20 минут на экстренный вызов то есть там где есть угроза жизни это инфаркты инсульты дороже транспортные происшествия какие-то криминальные застояния детки естественно с какими-то нарушениями витальных функций то есть там где экстренный вызов и скорая помощь должна вот быть здесь сейчас это 20 минут все остальные вызовы неотложные вызовы то есть это обострение хронических заболеваний ухудшение старой травмы температурящие больные повышение давления без да не критичное повышение давления это все вызовы в неотложной форме это мы такие вызовы в часы работы поликлиник передаем в кабинет неотложной помощи при клиниках и я всегда говорю гораздо лучше когда придет к вам ваш участковый терапевт возможно или фельдшер с поликлиники потому что есть все данные можно открыть больничный лист есть история болезни терапевт если причем это хронический больной который часто обращается в поликлинику терапевт участковый уже знает и он уже видит что что-то вот пошло не так в обычном лечении то есть вызовы неотложной форме они либо передаются кабинет и неотложной помощи в поликлинике либо бригада скорой помощи выезжает если при двух скажем так условиях не работает поликлиник и нет вызовов в экстренной форме то есть понимаете да если поступил вызов дтп ножевое ранение бессознание и вызов температуры естественно сначала поедем дб ножевое бессознание а потом уже поедем на температуру поэтому здесь регламента у нас нет только в свободное от экстренных вызовов но сколько можно прождать часа два можно и больше это все зависит от количества поступающих здоровья нет если угроз здоровья нет угроз здоровья нет поэтому конечно диспетчерская все это фильтрует естественно диспетчерская звонит активно на эти вызовы то есть те которые долго находятся в ожидании чтобы не упустить момент там ухудшение состояния и пациент может позвонить и пациенту позвонит врач-консультант ну понимаете как ну каждую зиму так то есть каждую зиму когда увеличивается количество респираторных болезней у людей возникает вот такой вот наплыв но как правило это вызов неотложной форме почти в стопроцентных случаев поэтому мы стараемся конечно на праздники увеличивать количество бригад максимально увеличить количество диспетчеров но насколько это опять же позволяет нашу наши возможности новогодние праздники это самое горячее время в году любые праздники горячее поскольку новогодние небольшие да и поэтому приходится скорой помощи работать напряженным да всем ургенному службу скажем так и травпунктам и отделением хирургии то есть понимаете как экстренные вызовы количество дтп оно примерно одинаковое количество инфарктов инсультов оно тоже примерно одинаково вот а количество несчастных случаев скажем так которые связаны с нарушениями в диете да вот они естественно праздники они возрастают это раз и простуды понятно что зима понятно что большие контакты понятно что детки ходят бегают а тут еще плюс как-то то есть оделся не так простудился и так далее то есть в этом году огромное количество у нас было вирусных инфекций огромная нагрузка на скорой помощи но опять же благодарю своих коллег которые организовали дежурство кабинет в неотложной помощи во всех больницах во всех поликлиниках были эти кабинеты неотложной помощи работали до полуночи детская городская вот до сих пор работает круглосуточно поэтому отдельное огромное спасибо коллегам то что они помогают нам разгребать вот эти вызовы неотложной формы вот тут мнение что вот новогодний именно вот новый год прям конец года предыдущего начало следующего обостряются все болячки так это от человека зависит если ввести здоровый образ жизни хорошо себя вести весь год то ничего не обострится вот а так то ну конечно все равно погода однозначно она влияет и на метеозависимых людей и не на метеозависимых людей хронические заболевания которые обостряются острые заболевания то но перемены погоды перемены там употребление алкоголя там корпоративы естественно это все приведет к обострению хронических заболеваний поэтому это не не бытующее мнение это наверное последствия мероприятия и если человек знает что у него 10 дней выходных тогда то можно можно пару ночей не поспать но знаете артериальное давление обязательно отреагирует у человека среднего и взрослого возраста они это естественно отреагируют вот вроде бы как и да и говорят что обострилась обострилась потому что нарушен обычный режим выход скажем так из зоны зоны обычной работы обычного и не поспал ночь давление повысилось от чего это случилось да не от того что что-то обострилась концу года от того что просто был какой-то режим нарушен вот так же с алкоголем ну естественно это понятно что алкоголь это яд если человек употребил один и не дай бог два дня подряд ну естественно тут и давление поднимется и голова разболится и желудок может заболеть и все что угодно может быть алкоголь там праздники курения да там опять же все эти хронические заболевания дыхательных путей тут желудок заболит так далее то есть порочный круг уже поэтому именно до 10 дней их надо было проводить с пользой для организма то есть лежа воздух не садится на диету а следует исследовать следует да ну понятно я не говорю что надо все забыть про праздники и это ни в коем случае отметили новый год ну и хватит наверное тем более есть еще рождество праздник сейчас у нас крещение большой православный праздник то есть тоже у нас напряженная ночь будет с тревогой ждете да мы готовы опять же мы стараемся увеличить количество бригад потому что мы дежурим на купелях которые обязательно делаются в большинстве муниципальных образований поэтому конечно мы готовимся к тому что будет повышенное количество обращений но и тем более все больше и больше народу населения увлекается крещенскими купаниями да да но только надо здоровым это сделать все-таки людям которые во второй половине жизни поняли что они веруют и с хроническими или с острыми заболеваниями идти нырять в прорубь я бы не советовал все-таки если у человека есть как какие-то хронические заболевания и первый раз идти это может быть рискованно то есть такое мнение что святая вода мне ничего не будет святая вода она и в церкви в церкви можно взять да и тут мое мнение что все-таки есть случаи когда пациентам наступало людям становилось плохо поэтому тут надо быть осторожным все-таки начинать закаливаться там 40-50 лет не советую ты плюс опять же тот же самый алкоголь когда обманчиво люди думают что станет теплее легче после употребления нет не станет ни тепле не легче все-таки во-первых это процедура скажем так она исключает употребление алкоголя а во-вторых вот это вот заблуждение что расширяются сосуды да они расширяются кратковременно потом возвращается на холоде все сосуды сжимаются и это может опять же обострить гипертонию обострить бронхиальную астму бывает приступ астмы на холодную воду тоже такой вариант плюс стресс для организма когда с холодной воды на холодный воздух тут все что угодно может обостриться поэтому люди людям с хроническими заболеваниями однозначно не рекомендовано вот вы отметили что вы в эти дни мы увеличиваем там количество бригад а хватает укомплектованной бригады как полностью ли вообще бригад хватает к сожалению к сожалению не совсем к сожалению не совсем мы готовы принять всех абсолютно кто имеет соответствующие документы конечно мы стараемся принимать мы стараемся есть целевые направления мы учим и врачей скорой помощи и анестезиологов реаниматологов то есть мы каждый год конечно мы принимаем в людей но мало 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 хотелось бы больше если транспорта да очень бы хотелось больше если транспорта у нас предостаточно автомобили мы каждый год получаем от правительства то с людьми конечно есть недостаток и нам хотелось чтобы их было больше мы стараемся мы целевые направления даем вот мы принимаем людей всех кто к нам приходит и средний персонал и врачебные кадры конечно с врачами потуже вот среднего персонала побольше но тем не менее все равно не хватает но специфика самый сложный это вы правы да я тоже считаю что это самая сложная работа в любое время дня и ночи в любую погоду мы должны принять вызов и приехать больному человеку неважно шторм сказали штормовое предупреждение ну что все равно сел и поехал минус 20 минус 40 плюс понимаете мы не останавливаемся вообще никогда и пациенту если он болеет ему такая разница он же тоже не виноват да что на улице минус 40 поэтому это очень тяжелая работа и поэтому врач и фельдшер скорой помощи он должен быть не только грамотным он еще должен быть и физически здоровым чтобы выдерживать такую тяжелую работу а в сельской местности есть проблемы все-таки там все-таки сельской местности сейчас наверное даже и попроще потому что количество бригад количество постов они как были изначально давным-давно в процессе сформированы они также остаются поэтому сельской местности не так напряжено как в городе оренбурге но и количество взывов естественно в городе оренбурге он сам максимально просто от численности населения да 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 предварительные действия при ожидании прибытии бригады что можно сделать облегчить чтобы давайте так по каждому конкретному случае эти действия разные и я уже сказал про консультативные посты которые есть и у нас и ворске поэтому тут я думаю что лучше скажем конкретном случае если бригада вдруг пациенту кажется что она долго не едет тогда лучше позвонить по по тем номерам которые я сказал и проконсультироваться с врачом госпитализация в каких случаях происходит вот опять же госпитализации происходит зависит от типа вызова если это вызов экстренный то естественно госпитализация там нужно 100 процентов случаев но практически 100 процентов случаев если вызов неотложный то там госпитализация как правило не нужно то есть оказывается помощь пациент составляется на месте и передается активы участковую поликлинику в один брестович а можно например потребовать от сотрудника бригады который приехал чтобы больничный выписали нет таких полномочий у сотрудника нет мы больничный не выписываем и даже бывает если заняты говорят что нам нужно выписать больничный нет это не функция скорой помощи функция скорой помощи это оказание экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации то есть доставку при необходимости пациента стационар эта функция выдачи больничных листов эта функция поликлиника а вот справку о вызове скорой справку о вызове скорой пациент может взять сам или законный представитель в столе справок на следующий день написал заявления лично. То есть это вот нужно для того, чтобы если бригада приехала, а человек... Если нужно, да. Если какая-то травма была, либо открытие как раз больничного листа, да, это все в столе справок можно сделать. Это все абсолютно бесплатно. Но бригада этим не занимается. У бригады нет на это время. Бригада должна обслужить вызов и ехать на следующий. То есть все они данные отдают? Да. Диспетчер можно и на основании. Да, стол справок уже на основании документации выдает соответствующий клиент. Валентин Борисович, есть ли, допустим, сложности с вызовом у человека? Ну, например, там, не знаю, проблемы с руками или глухонемой. Вот как ему это делать? Два типа приема. Первый – это обычно по телефону. Второй – это по СМС. То есть у нас на сайте написан номер. Тот, по которому СМС... По СМС пациент может, набрав адрес, СМС приходит в диспетчерскую. И если что-то, допустим, диспетчер хочет уточнить, он также ответ на СМС посылает. И вот по СМС сообщение. То есть для людей с нарушением слуха речи вот такой вот вид коммуникации со скорой помощью есть. Ну и, наверное, в завершение. Вот существует у вас дежурство на каких-то мероприятиях? Я не знаю, условно говоря, спортивные соревнования. Как-то это регламентируется? Ну, это, конечно, отдельный регламент. Это отдельная часть работы. Это не работа скорой помощи. Это дежурство на СМС в мероприятиях. Да, такое есть. Это отдельный договор. То есть это не обычная работа. Это дежурство. Специально бригады это делают. Ну, ладно. Действительно, все аспекты мы раскрыли. Как руководство действует для людей, которые внезапно стало плохо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Ваши советы никогда лишними не будут. И все равно пожелаем вам поменьше пациентов. Спасибо. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова